друзья мои добрый вечер мы рады вас приветствовать студии школы здравого смысла вчера я разместил во всех чатах и во всех наших ресурсах некие заявления ванна хлобысина которые касались в том числе и того что в нашей жизни слишком много звезд слишком много звезд которые это наша жизнь не управляет но он при этом имел ввиду звезд земных и мы не говорили о звездах небесных и мы сегодня пригласили в студию и светлана ивановна она согласилась сегодня присутствует с нами в студии у нас сегодня в студии светлана драган известный астролог я просто хочу перевести для наших слушателей кто может быть не знает что слово астро это и звезда вот касательно звезд касательно искусства касательно того как они влияют на нашу жизнь вообще и влияют ли те звезды которые на земле периодически горят или все-таки наследие космические законы мы об этом хотели поговорить с светлана светлана добрый вечер рада вас приветствовать нашей студии как говорят нас высокогорных хаулах дагестана welcome добро пожаловать да я перевожу на русский язык вот светлана так что же все-таки влияет влияют звезды земные но киркоров допустим уляла пугачева или все-таки звезды небесные вот как наш жизнь вообще устроена и какое все это имеет отношение к искусству вообще вот видимо в этом есть какая-то такая семантическая подмена когда мы говорим про звезды в частности о филипе киркорове то мы начинаем полагать что есть некие такие земные звезды которые как-то строят нашу жизнь просто закрывая глаза на те звезды которые существуют действительно от которых практически многое зависит почему говорю многое потому что если мы не понимаем их язык если мы не понимаем вот эту всю весь алгоритм влияния то разумеется мы становимся просто почти подопытными кроликами и нами управляют эти звезды если же мы их понимаем если же мы понимаем те тенденции которые они нам готовят то мы все-таки имеем тот самый люфт о котором все мечтают и начинаем осознанно все-таки осознать свою жизнь строить потому что мы так наше внимание так привлечено к материальным ценностям мы думаем об одежде о мебели еще о чем-то а вот такая ценность как жизнь которая является действительно ценностью она для нас как спонтанный процесс мы кроме астрологов или тех кто вот около вот этого понимания находится весь есть например такая удивительная страна как бутан там без астрологов просто не обходится ну вот собственно говоря если мы понимаем какие-то я прошу прощения но бутане же есть при этом и министерство счастья в отличие от нашей страны насколько мне известно то есть они без астрологов не обходят и без министерства счастья тоже не обходится а у нас все экономика экономика экономики больше ничего но вот видите кто-то занимается жизнью кто-то занимается экономикой а это разные совершенно вещи поэтому вот даже те события которые сейчас происходят будут происходить они же все прописаны другое дело как мы реагируем на те предложения которые нам шлют звезды я все время смотрю наверх как будто там есть звезды но так вот я видимо их чувствую поэтому если есть влияние на каждого человека а оно настолько очевидно настолько предсказуемо настолько даже управляемо то конечно же есть процессы которые звезды управляют процессами и политическими кстати есть такой профессор шноль он и сейчас в общем-то слава богу здравствует и в общем-то он занимался этими вопросами чижевский тот же самый который сидел за это очень долго занимался этими исследованиями не хотели его слушать его труды вообще не опубликованы и даже когда его с тюрьмы выпускали он сказал дайте мне еще пару лет посидеть мне надо кое-что там доделать и он только занимался проблемами солнца и луны только а у нас в руках другие планеты поэтому воздействие вот на эти процессы она вот не прямое не такое линейное как нам кажется плохо хорошо убиться выжить или там заболеть или выздороветь нет когда планеты нам диктует некоторый план то понимая их свойства мы можем отвечать им этим пониманием и например свойства которые сейчас нам диктует плутон практически намекая что нас сейчас всех убьет напугает и создаст здесь страшно токсическую обстановку то плутон как раз заветует вопросами перестройки до умерщвления прежних каких-то вещей и возрождение нового если мы это понимаем и каждый на своем уровне пытается что-то делать для этого понимая что не актуальны его прошлые там взгляды на жизнь образ жизни и так далее то мы уже в частности каждый начинает говорить ему я тебя слышу давай не будем с нами так жестоко себя вести но казалось бы такая смешная история но она очень действует и воздействует и вот сейчас как раз мы в ноябре как раз будем переживать один из самых таких серьезных я бы сказал даже катастрофических периодов которые прежде всего пытается вот как раз я бы сказала умертвить прежние аппараты управления управленческие вот эти типы государственности типа мышления государственного мышления но прежде чем это случится конечно в первую очередь на себе это будут ощущать люди как раз составляющие элиту государственной власти и не только в нашей стране разумеется поскольку все выстроено материальным образом то прежде всего скорее будет страдать экономика и судя по всему скажем после примерно после первой недели ноября мы можем увидеть наверное я не могу утверждать но все-таки экономический кризис во все его красе со страшными скачками доллара который будет уже и в октябре себя так вести достаточно жестко намекают что он не собирается с нами шутить ну и все те кто приготовились к большому рывку это те кто нас приготовили к различным медицинским действиям каким-то другим форматом порабощения любым формам такой тоталитарного власти военно тоталитарной все эти формы могут быть опробованы да то есть вот есть вот эти планеты которые собираются в нашу жизнь вынести вот такой формат и значит все кто пытались что-то сделать прежде и прежде и че и скажем попробовав попробовав это сделать летом уже будут стараться сделать это начистовик и мы наверное увидим все те процессы которые которых мы ждем может быть тревожимся и так далее но вот здесь наступает самое удивительное 29 ноября в силу войдет лунное затмение и вот когда мы говорим о влиянии на нашу жизнь на нашу судьбу на судьбу вообще цивилизации то это связано с закладками некой неких циклов долголетних и вот в частности цикл который придет 29 ноября он связан не только с таким мощным на полнолунием стоящим так сказать на кармических узлах есть такой термин более того все это будет происходить на звездах антарес и альдебаран а это ось катастроф то есть все что связано с техногенными катастрофами с токсическими отравлениями вот все что угодно мы можем под это подстроить да любую ситуацию вот скажем ведь астролог не сидит там и не думает ой точно это его отравят или здесь наверное случится что-то вроде фокусима здесь есть люфт для того чтобы нашлось что-то что могло бы этот сценарий реализовать естественно желающий есть да 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 владимир вопрос светлана вот вы такой но какой-то тревожный сценарий начало ноября тра-та-та-та-та что-то неизвестно а неизвестно всегда пугает вопрос следующий в принципе два вопрос первый говорим о россии нашей стране вопрос первый можем ли мы мы живущие в россии повлиять на небесную канцелярию и таким образом что-то изменить в лучшую сторону свою судьбу ну вот как раз спасибо за вопрос он как раз очень актуален я как раз и пыталась к этому подойти вообще на уровне каждого человека если в его карте есть особенное совпадение вот с этим новолунием то у него есть все шансы повлиять на свою судьбу страны но мы понимаем что это не единственный параметр который случится с нами их слишком много и все они говорят о том что мы сейчас идем по нисходящее процессу разрушительному не строительному а полнолуние вот это лунное затмение она как бы вскрывает все демонстрирует полную вот все что есть на самом деле если для кого-то что-то было скрыто если мы не понимали что с нами хотят сделать если мы не понимали тех процессов и большинство людей не очень понимает то они убедятся в этом в полной мере конечно а людей которые оторваны от таких трансцендентных размышлений для них конечно наиболее ярко это проявится в экономическом смысле когда люди что-то теряют они начинают возмущаться искать причины искать реальность какая вот на лунном затмении что-то делать это все равно что пальцы засовывать розетку с напряжением 220 вольт просто это настолько мощная энергия в которой нужно чуть-чуть отойти чтобы не оказаться в эпицентре потому что может просто как в воронку втащить вовлечь и вот эти все возмущения а очень может быть это такое потому что эмоциональный фон будет крайне повышен острым таким жгучим и это только будет первая волна вот этого на видение на самом деле суть заключается в том что в такие затмения если что-то кто-то говорит все становится это никак нельзя скрыть все тайное становится явным поэтому ну что здесь можно сказать здесь можно сказать одно следите за своими мыслями следите за своими словами и если кто-то захотел себя погубить таким образом он вполне это получит я кстати видела это прям в жизненном формате например один мой знакомый сказал такую безобидную фразу что-то вроде при мне при живом его не стало на следующий день не хочу пугать но так бывает есть другой например пример 2000 году я вела там не вела участвовал в одной программе на тнт тогда кажется и там был такой джуман джу певец и вставки были такие рекламные его спрашивают как вы думаете чем все это закончится я даже не знаю что за вопрос был он сказал конечно же смерти его не стало чуть ли две недели спустя то есть вот эти моменты таких закладок мощно когда с энергиями не справится особенно трепещущим человеческим сердцем лучше все-таки постараться контролировать себя держать подальше от негативных мыслей как минимум дальше последует следующий этап это будет 14 декабря и 14 декабря уже случится солнечное затмение и вот это солнечное затмение которое произойдет в стрельце а это мировоззренческие вопросы религиозные мировоззренческие идеологические это как раз тот момент когда перестройка сознания понимание что на такой идеологической основе на таком базисе как мы жили жить нельзя все это может просто взорвать всю действительность отменить все прежние веры все прежние концепции принципы жизненные и так далее и тут это тоже кстати солнечное затмение это тоже часть того где закладывается программа и здесь на личном уровне вот допустим на уровне каждого человека момент затмения любая задумка у нее есть время реализации особенно яркая это в течение года она будет реализовываться вот я приведу пример я наверное много говорю но надеюсь что вы не запутались когда был июнь тоже было солнечное затмение и вот это солнечное затмение так попало в карту нашей страны что намекала что мы сейчас подкнемся сначала что мы сейчас можем получить очень большие региональные проблемы вплоть до тревожные тревожного сигнала отчуждения каких-то территорий невозможности справиться с какими-то регионами и в результате мы должны перестроить и региональные отношения и может быть более глобально расширить свои территории не в смысле захватнической то есть этот сценарий продолжается и он должен будет еще себя проявить как раз солнечное затмение в декабре то есть это как цепная реакция которая выстраивает длительный сценарий не все так фрагментировано все имеет длин длительный сценарный план и поэтому когда наступит затмение в декабре многие те кто родились например особенно вблизи 14 декабря 14 июня 14 марта 14 сентября у них особые отношения будут с этим затмением их жизнь конечно перевернется но чтобы это не было спонтанно нужно постараться максимально вот в эти несколько минут затмения без сослагательных наклонений представить себе то будущее прямо почувствовать его запах увидеть его визуально которое хотелось бы поэтому в такие времена как угодно назовите это медитациями мысленными какими-то построениями вот в это время все что мы будем видеть чувствовать желать она будет стремиться реализоваться но прошлое по замыслу должно будет уходить и поэтому не бывает такого ухода не драматичного то есть мы должны вот немножечко понять что та драма которую мы видим как она будет разворачиваться особенно с осени мы должны понимать что это ру обрушение того самого самого мира которые нам был не симпатичны вот собственно говоря так ну и дальше идет построение новой экономической концепции которые продаются лет 20 вот потратиться затратиться на мои дио скажем построения это соединение двух планет Вот я уже о них говорила. То есть представляете, сколько вот этих программных обновлений в очень короткие, вот просто на один квадратный метр года, скажем так. Поэтому вот это максимальное мощное обновление, оно, конечно, многих может застать врасплох, многих может заставить быть агрессивными, потому что это же война за новую жизнь. И если вы хотите, скажем, поучаствовать в этой войне, то вот в материальном смысле слова это опасное время. Опасное время заложить, скажем, свою жизнь под какие-то процессы политического толка. Политика ли делает действительно нашу жизнь счастливой или несчастливой? Тут вопрос, я понимаю, что очень многие будут сокрушаться и думать, что, конечно же, политика, конечно же, экономика. Но вот мы так думали. Вот мы получили, что получили, потому что экономика была во главе угла. Она материализовала нашу жизнь, лишила нас практически понимания истинности счастья и вообще управления своей собственной жизнью. Но, собственно говоря, если все поставлено с ног на голову, то следующий этап эпохи будет ставить все с головы на ноги, на мой взгляд. Можно вопрос, да? Да. Владимир Викторович, пожалуйста, я уступаю. Вы на 35 лет меня старше, поэтому вам слово «пожалуйста». У меня, может быть, несколько необычный вопрос и не исключено, что никогда его никто не задавал. Сначала вступление, а потом сам вопрос. Глобальная элита на носу изменения, вроде бы как, катастрофические. Она теряет, соответственно, глобальная элита больше, чем все остальные, потому что больше есть что терять. Ищет выход. Такой, сякой, пятый, десятый, там эксперты, всякие заседания, совещания ищут выход. И вариант А, вариант Б, и так по всему алфавиту. Наверняка они обращаются, не исключено, вернее, что они обращаются и к таким звездам астрологии, как Светлана Драган. Ну, какие-нибудь там они свои, англосаксон, хотя я не знаю, каким. Да. Вопрос следующий. По действиям элиты, а Светлана Драган, она специалист в геополитических, в геоэкономических прогнозах. По каким-то действиям глобальной элиты, вот что она делает, ну, к примеру, за последний там год. Видно, что рядом там есть серьезные астрологи или там их нет. Вот тут интересный парадокс. Я думаю, что астрологи есть, я думаю, что все все понимают. Например, когда рассматриваешь карту там Билла Гейтса, Грефа, как ни странно, и многих других персонажей из элиты, то видно, что они включены в этот процесс совершенно в другие ожидания. Что самое интересное, просто из личного наблюдения. Вот совсем недавно мне пришлось разговаривать с людьми, ну, вот из той самой элиты. Вы не поверите. Они не слышат. Они считают, что все, что сейчас происходит, вот это все крики пьяных людей. Люди просто вот не осознают, покричат, перестанут. То есть ничего страшного не происходит. Создается ощущение, что они живут несколько в ином пространстве и частично не осознают очень. Вот какое-то сознание в своем тоннеле находится. Что-то они слышат. У них они не соответствуют своему типу мышления, вибрационности вот этого уровня вибрации мышления. Они идут теми же алгоритмами, предполагая. Ведь тут тоже от многое от астролога зависит. Просто здесь уже такая тема появляется. Все же, допустим, один астролог видит всю обычную картину. Здесь будет плохо, рубль упадет, доллар поднимется, нас всех здесь вакцинируют и так далее. То есть все это такая линейность восприятия. Но взгляды астрологов – это очень тонкая история. И если мы понимаем, что все имеет такой объем совершенно другой, нематериальный, то у нас и другое видение. Но кто-то сейчас понимает, что стоит за человеком, что это не вот это материальное изображение, а это некая сущность, суть. И если нас всех взять как суть, как человечество, которое теряет истинное свое предназначение, то, в общем-то, здесь бывает узкая астрология, бывает широкая. Вы же видите, какая она будет. Предположим, что у западной элиты, у лиц, принимающих решения, рядом есть астрологи. Астрологи, что он российский, как Светлана Драган, что он там американский, они небо одно, они видят одно и то же. Секунду, я еще вопрос не задал. Американский астролог, этим американским англосаксонским товарищам, или там другой национальности, говорят, ребята, опасность, вы все потеряете вплоть до твоей жизни, до своей жизни. Так, эти ребята, значит, услышают своего американско-английского какого-то астролога, тот им аларм предупреждает об опасности. Дальше варианты следующие. Элита, та, принимающая решения, должна предпринимать какие-то действия, которые увидят наши астрологи, российские. Или не предпринимать. Если не предпринимать, то зачем астролог там им американский реактор? Меня вот это вот интересует. Услышал, Владимир, услышал. Суть в том, что они-то тоже спешат. Они понимают, что, допустим, до практически 21 декабря есть варианты. Есть варианты успеть подчинить себе все технократичным образом, каким-то техногеном и так далее. То есть спешка эта, почему все сейчас так происходит вдруг и мгновенно, она как раз из-за того, что они тоже понимают, что они находятся на пределе. И здесь кто успеет? В сейтноте находят. В сейтноте. В сейтноте. То есть здесь ограниченное количество, и поэтому мы увидим максимальное выступление в агрессивном контексте. То есть я правильно понимаю, что и русский, и американский астролог видят одинаково события предстоящие, говорят приблизительно одинаковые. Соответственно, американские астрологи говорят, свои американские лики, ребята, вам конец. Вы вообще уж ничего не выберете из этой ситуации, потому что вот звезды там Плутон, Альфа Центавра, там еще чего-то. Или я неправильно понимаю? Ну вот я сейчас попытаюсь объяснить, это не просто объяснить. Смотрите, значит, астрология никогда не говорит «да», «нет», «черное», «белое». Она говорит, что, допустим, начинается новая эпоха, где ваше, ну, скажем, отношение с техникой, с техногенностью изменится. Вы станете все равными, вы станете все одним, скажем, таким вот, ну, таким, я даже не знаю, каким-то сообществом абсолютно равноценных людей. Смотрите, что мы можем под этим подразумевать. Мы можем подразумевать, что мы все управляемая масса, равная, все под техногенным управлением. Годится сценарий? Годится. Мы можем его интерпретировать по-другому. Мы все равные, у нас социализм, мы себе строим очень комфортное сообщество, опять же, мы равные. Вот здесь есть вот тот самый, ну, скажем, острие, которое балансирует. Но это взгляд астролога. Да, мы имеем возможность либо переместиться в среду равноценности технологичным образом, либо переместиться в среду такой равноценности социальным тоже. И то, и другое социальное равновесие кажется. Только каким образом? И вот я полагаю, что та элита, которая планирует все-таки успеть, это как раз тот вариант, о котором мы говорили. И она будет еще за это бороться не только в декабре. Это еще продлится до марта как минимум. Это будет такое жесткое противостояние, особенно в России, кстати говоря. Поэтому вот эта интерпретация, она имеет, скажем, амбивалентные такие возможности. Либо мы действительно уходим в формат управления искусственным разумом, либо мы уходим в формат управления, где мы ищем возможность некоего нового идеологического и, скажем, социального устройства, где мы все должны все-таки быть равны. Там наступает коллегиальность, понятие элита начинает отсутствовать. То есть, когда, допустим, любой астролог, например, когда он консультирует кого-то, и мы видим проблему у человека, мы говорим, ну, все, тут проблема, нужно как-то ее решать. И нужно решить подменой этой категории. Вот вы меня понимаете, Владимир, о чем я говорю, да? То есть мы эту категорию можем и так и сяк крутить. Но есть другой еще момент. Мы можем ее крутить. Я все понял. Астрологи, как врачи, никогда диагноз больному не скажут. Не то, что не скажут. То, что вы сделаете, будет иметь значение. Но здесь есть еще другой формат. Вот все эти планеты, когда астролог рассматривает узкий вот этот промежуток времени, ноябрь, декабрь, январь и так далее. Это одна история. А когда астролог имеет как бы долгий исторический такой поход по звездам, он видит, что идет глобальное перестроение. Не выдерживает материалистичная концепция вообще. Вот эти категории прежние начинают отмирать. И вот если мы говорим глобально, а не каждый астролог так уж прям глобально мыслит, мы понимаем, что приходит вот это время с Сати и Юги, и это глобальный переход. Это не вот так, чтобы мы взяли, встроились и все получилось. Все получилось. Помните, мы говорили... Мнение русского астролога Светланы Драган. Россия поднимется на недосягаемую высоту в самое ближайшее время или нет? Ну, если Россия начнет подниматься, это будет очевидно, это где-то после середины марта, но даже после 10-го числа. Я по сроках не спрашиваю, поднимется или нет ближайшее время. Но астрологу может быть своим мнением. Слово ближайшее для меня имеет очень конкретное... Год, два, три, четыре, пять, но не больше. Вот еще раз хочу сказать. Смотрите, 23-й год наступает, 24-й. Все, что касается России и всей той концепции, которая в течение двух лет... Хорошо, 10 лет. Я никак не могу... Я сейчас скажу, секундочку, доскажу, да? Мы все думаем, что асфальт ровный, он будет до конца ровным. Не будет он до конца ровным. Будут входить новые энергии, будут входить новые вызовы. И в 24-м году, например, 23-й, 24-й, нас тоже могут настигнуть такие драматичные времена. Не бывает счастья на Земле. Хорошо. Про Россию. Пусть он туда направо-набево. Да. Там через 10 лет Россия будет номер один страной или нет? Что звезды говорят? Вот сейчас мы, опять же, рассуждаем на уровне того же самого построения иерархического. Россия на ее базисе будет выстраиваться новая концептуальная мировая система на ее базисе. Да, скажем, когда Россию можно рассматривать, как мы сейчас видим, она номер один. Но давайте попробуем ее рассмотреть как полюс притяжения всего лучшего и раскрутка вокруг этого полюса. Да, она скорее всего на своем на своем базисе она привлечет всех к себе и не только она сама такая крутая. Просто есть обстоятельства, которые вынудят... Перебью. Меня за это слушатели будут ругать, что перебиваю звезду и тем не менее я всех прошу простить меня. Хочу услышать ответ на свой вопрос. Всех притянем, энергии поменяются, концептуальность придумаем. Не через 5, так через 10 лет Россия скорее всего будет страной номер один. Или нет? Звезды как вот... Россия может стать центром вот этого мироздания или этой цивилизации. Номер один... Хорошо, хорошо. Пусть центром притяжения и всех притянем и полетим на Марс я бы не сажать. Дальше. Злодеи глобальные. Они об этом знают? Знают. У них же астрологи есть? Есть. Вот сидит этот злодей, этот глобальный владелец денег, который там печатает в ПРС деньги, там ручку крутит и думает, ё-моё, вот астрологи сказали, всё, через 5-10 лет Россия будет центром притяжения, всё, она там притянет, всё, они там свой аппарат поставят свои рубли, будут печатать и все к ним пойдут и придумают какую-то концептуальность свою. Это звёзды сказали. Хотим мы или нет, это так и будет? Это так и будет. Другое дело, вот всё-таки... Что злодеям делать? Что злодеям делать, если же... Я сейчас как раз об этом хочу рассказать, что им делать. Я в самом начале сказала, и это на самом деле так. Если, вот, ну, представьте себе, что у вас очень большие деньги, вы правили давно, вы об этом всё знаете, всё было в ваших руках и сейчас всё в ваших руках. Чтобы перестроить своё видение, что не будет в ваших руках и ваши деньги вам не помогут, они не... в этом направлении вообще не могут мыслить. Купим, сделаем, хорошо, подстроимся под эту систему. В любом случае, наша элита имитирует всё, что угодно, но, скажем, на нашем базисе. Нет у них представления об этом. То есть мы возвращаемся к тому, чему и начали. Можно ли изменить судьбу, к примеру, страны? Получается, вот из того, что я слышал, получается, что нет. Раз звезды сказали, что страна будет центром притяжения под названием Россия, значит, так оно и будет. Думай ты о хорошем или не думай ты о хорошем, следи за своими желаниями. Не знаю, всё-таки вот, можно на «ты»? Да, конечно. Здесь вот, когда мы начинаем плоскостным образом думать, хорошо, плохо, первая, вторая, третья, мы всё туда же приходим. Но когда, допустим, и тогда у нас и ценности таким же образом распределяются, тогда слово экономика, элита, вся вот эта вот структура остаётся прежней. Как только мы начинаем мыслить по-другому, просто даже не уровнем России, а уровнем вообще цивилизации, потому что, если есть хоть что-то, какой-то перекос в этом организме, есть Россия, нет России, болит рука, болит палец, но нездоров человек, нездоровая цивилизация. Поэтому да, поэтому я придерживаюсь вот этого слова центром, а не первое. Да, потому что у нас есть инструменты, которые мы можем это сделать, но, опять же, не те вот вопросы экономики и лидерства, вопрос лидерства, президентства, вот это всё отпадает. Мы это сейчас уже видим, многие процессы, которые происходят совершенно иным образом. Я сейчас понимаю, наверное, чувствую, что у тебя есть какое-то, наверное, противоречие с этим. Я готова выслушать. Не, Александр, вы говорите. Мы его уже наслушались, можно я немножко стрян. А то, Девикторич, он прямо узурпировал всё в свете плутоновских энергий. и всё об этом как-то говорит. Я вот тебя хочу сказать следующее, ну, что, в принципе, нам космос всегда, и звёзды дают определённый шанс. То есть, они нам придают определённую, скажем так, возможность. То есть, они нам указывают определённые ворота. А оттого, войдём мы в эти ворота или не войдём мы в эти ворота, это, в конечном итоге, зависит от нас. Когда вы сказали про Плутон,